Я вообще уже гуляю. Так на расхват разлетается ароматный квас. С наступлением солнечных деньков освежающий напиток традиционно набирает популярность. Квас «Ржаная корочка» от Барнаульского пивоваренного завода не перестает радовать жителей региона своим вкусом. Очень вкусный, да, квас. Вкусный, резкий, хороший, не в меру сладкий. Очень клево, на самом деле. Если на улице жаркая погода, то это лучший вариант. На самом деле, это лучше, чем всякие какие-то лимонады или что-нибудь такое. После лимонадов очень хочется пить всегда, а после кваса – ну, нет. Замечательно освежает в такой солнечный день. Самое то. Очень вкусно. «Ржаная корочка» – это не только вкус, но и высокое качество. На производстве за продуктом следят от и до. Процесс приготовления напитка занимает порядка 30 часов. Готовим квасное сусло. Это берется так называемый полуфабрикат «Констрат» квасного сусла. Варится сахарный сироп. Эти два ингредиента смешиваются. Тогда мы их приготовим еще в горячем состоянии. Для того, чтобы провести процесс брожения, квасное сусло у нас охлаждается, задаются дрожжи. После этого проходит процесс брожения, так называемое главное брожение. Если необходимо, мы его немножко охлаждаем, он у нас настаивается, доброживается. Если квас не подлежит фильтрации, разливается нефильтрованным, то отправляется на розлив. Если квас фильтруется, проходит стадию фильтрации. После, для того, чтобы был, так скажем, микробиологически стабилизированный продукт, он проходит стадию пастеризации. Это термическая обработка. И далее разливается в койт-бутылки или бакегу в виде фильтрованного пастеризованного кваса. Чистота цистерн тоже под контролем. Сотрудники тщательно обрабатывают и моют бочки. Бочки, которые уже выехали, они приезжают, когда в конце рабочего дня на завод, остатки кваса сливаются, бочка моется, дезинфицируется. Также берутся остаточные намоющие средства. Берутся анализы микробиологические. Краны, через которые мы продаем потребителю, они снимаются и моются отдельно. И каждый раз ставится чистый, свежий кран. Бочка ломбируется и уезжает за территорию. Индивидуальные предприниматели уже много лет занимаются реализацией бочкового кваса от БПЗ. БПЗ-шный квас пользуются самым большим спросом по сравнению с другими конкурентами. Потому что тоже очень жесткий контроль качества на заводе. Очень жесткий контроль за ингредиентами. Все натуральное, все российское, производство наше. Ну и покупатели это видят, ценят, не изменяют. Срок реализации бочкового кваса – трое суток. Но в жару и зной бочка с напитком может улететь и за полдня. Лепота. А вы сами-то пробовали? Точно? Точно. Мне кажется, вы немного грустны, потому что не попробовали, мне завидуете. Но это просто великолепно. Часто берете у вас, нет? Конечно. Я обожаю окрошку. Я готов все отдать за нее. Поэтому это неотъемлемый атрибут моего холодильника. Очень-очень вкусно. Ребята, берите этот класс. Очень прохладный. Просто жару убирает вот так. И будете летать, как на крыльях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!